Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня первый день очередной новой рабочей недели, понедельник. И мы с вами встречаемся в этой студии для того, чтобы поговорить о том, что ждет нас в ближайшее, в средней и в долгосрочной перспективе с точки зрения финансовых рынков. Сезон отчетности в Штатах обсудим мы сегодня. Ну и сопоставим эту самую отчетность с влиянием на российский фондовый рынок, на мировые фондовые рынки. В общем, все как всегда. Сегодня в гостях у меня Сергей Александров, начальник отдела продаж инвестиционных продуктов Банка «Стройкредит». Добрый вечер, Сережа. Добрый вечер, дамы и господа. И Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления Бинбанка. Добрый вечер, Миша. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, как всегда, наш эфир интерактивен. Для того, чтобы присоединиться к нашей беседе, задать вопросы моим гостям, вы сможете позвонить телефон в студии 6510-996, код Москвы 495. Еще раз я повторю, телефон 6510-996. Также для нашей с вами связи есть интернет-ресурс. Это сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, спрашивайте. И начиная традиционный эфир сухого остатка, я рисую картину маслом. Мы смотрим 18.05 в Москве, что же происходит на основных финансовых площадках. Но, говоря о сегодняшней динамике движения котировок, нужно, наверное, подчеркнуть прежде всего, что сегодня праздник в Соединенных Штатах Америки, день Мартина Лютера Кинга, и американцы не торгуются сегодня. В связи с этим можно говорить, что вяло-вяло текущая динамика, сегодня весь день практически, но за исключением азиатской торговой сессии, Никей сегодня просел почти на полтора процента. Это связано с тем, что сегодня началось заседание Банка Японии, двухдневное заседание, и есть очень много различных опасений по поводу того, как отреагирует рынок на завтрашние решения по монетарной политике, прежде всего. Не столько по процентной ставке, сколько по тому, о чем мы с вами на прошлой неделе активно говорили. Вот иена уже достигла практически, да, трехлетнего максимума 90 иен за доллар, а известная байка «покупай на слухах, продавай на фактах», она не отменяется никогда. Итак, картина маслом. На 18.06 Москвы индекс РТС, индекс ММВБ, скромный, отрицательные значения, минус 0,2% и у того и у другого. Европейцы, представленные у меня, по крайней мере, в картинке, индексом Великобритании, Фудсисто, он прибавляет чуть больше 0,2%. Ну, о японском индикаторе я уже сказал, и американцы сегодня не торгуются, поэтому мы не будем говорить о них через полчаса, как обычно. Фьючерс на S&P 500, тоже в малом плюсе, практически 0,09%, ну, почти 0,1% он прибавляет. Итак, далее сырьевые рынки и Форекс, тоже сегодня вялотекущая динамика, но, тем не менее, в отрицательной территории практически все сегодня основные индикаторы. Бренд теряет 0,3%, 111.55 текущая котировка, золото, ну, практически в нулевых отметках, 1686 за унцию. Индикаторы валютного рынка евро-доллар, 1.3315 в моменте, ну, в узком диапазоне сегодня движется эта валютная пара. Основной набор голубых фишек разнонаправлен сегодня, но все практически вблизи нулевых отметок. За исключением Русгинера теряет 0,7%, Лукоил теряет 0,8%, АвтоВАЗ, лидер падения, видимо, больше процента. Ну, и положительный динамик показывает Аэрофлот, 1,5% он прибавляет, и ГМК Норникель половину процента на сегодняшний, на текущий момент. Вот такова картина маслом. Итак, давайте вернемся к нашему разговору. Миша, если не возражаюсь с тебя, мы начнем по известной причине. За эфиром мы ее вспомнили с тобой. Итак, начался сезон отчетности. Ну, начался и будет продолжаться еще какое-то время. Насколько ожидаемы те цифры, которые выходят сейчас, ну, когда мы смотрим на отчеты ведущих американских компаний. И, кстати, насколько ожидаемы то, что и Dow Jones, и S&P 500 стоят на хаях и близки практически к историческим максимумам. Как ты считаешь? С точки зрения сезона отчетности, в общем-то, такие большие компании в ряде секторов уже успели отчитаться. В то же время на текущий момент еще основной по количеству отчетов весь сезон впереди, потому что на текущий момент отчиталось там порядка 70 компаний, соответственно, из 500 индекса S&P 500. На предстоящей неделе у нас предстоят отчеты где-то еще сотни компаний. Поэтому неделя будет интересна. В то же время мы увидели уже отчеты крупнейших американских банков, увидели отчет Intel, General Electric. В общем-то, какая-то картина стала формироваться. Пока, ну, то есть, из тех компаний, немногочисленного числа компаний, которые отчитались, пока что порядка 70, даже выше 70% лучше ожиданий, отчитались. С точки зрения ожиданий, то можно назвать перед текущим сезоном отчетности, что ожидания, в общем-то, не такие завышенные, и они несколько разнятся по секторам американских корпораций, потому что в целом перед сезоном отчетности были ожидания, что в четвертом квартале прибыли американских компаний вырастут на порядка 2,5%, прибавят. При этом, если отсюда убрать компанию финансового сектора, то, в общем-то, рыночные ожидания были такие, достаточно, можно сказать, умеренно пессимистичные. Это там практически отсутствие роста где-то на полпроцента. Поэтому можно сказать, что перед сезоном отчетности были хорошие, в принципе, ожидания по финансовому сектору. Эти ожидания по ряду крупных банков, таких как Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, они были даже превзойдены, потому что мы увидели там ошеломляющий отчет, в общем, Goldman Sachs. Непредсказуемо никто там не ожидал, в общем-то, такой результат там в несколько раз, по-моему, выше, чем даже, чем консенсус. Говоря о прибыли там четвертого квартала прошлого года, увидели, в принципе, неплохой результат JP Morgan, который по итогам года зарабатывал, получил чистую прибыль более 20 миллиардов долларов, даже несмотря на то, что он понес в течение года там убытки по деривативам, там 5-6 миллиардов. Вот, то есть в целом банковский сектор, в общем-то, оправдал ожидания по, по крайней мере, пока по крупным банкам. Потом пойдут отчеты региональных банков, но конъюнктура такая, что, в общем-то, хороший квартал был для ценных бумаг, у кого были хорошие позиции по инвестиционным портфелям, те заработали американские банки. И, в принципе, неплохой квартал, и уже не первый продолжается в Америке с точки зрения потечного бизнеса, поэтому, соответственно... — Правда ли, да, что уже не то, что устойчивыми стали цены на недвижимость, а еще и в рост? — Ну, они потихоньку, да, уже если посмотреть, допустим, индекс Кейшиллера, да, отражающий там цены в крупнейших 20 городах США, то он уже год к году перешел в положительную динамику. Вот, поэтому по банкам пока, в принципе, оправдываются ожидания, даже где-то получше. По реальному сектору, в общем-то, ожидания, как я уже сказал, они не завышены. То есть, в принципе, допустим, по таким компаниям, как Intel, там, ждут, который отчитался плохо, можно сказать, что рынок ожидал, что будет плохо, потому что даже прогноз был, что там прибыль упадет порядка 30% год к году. Из предстоящих отчетов по Apple тоже, там, впервые, по-моему, за последние годы ждут, что квартал к кварталу прибыль упадет на 3%. Поэтому сейчас уже, может быть, не такой будет мегаоптимистичный результат по компаниям не финансового сектора, потому что там в четвертом квартале где-то были, соответственно, опасения фискоклифа, где-то, соответственно, недоспрос какой-то был, там, отложенные инвестиции кто-то откладывал, да, до того, как, соответственно, неопределенность сойдет. Вот, но с другой стороны, да, на рынке достаточно сформировались на текущий момент, ну, не очень оптимистичные ожидания, поэтому с точки зрения ожиданий не исключено, что будут какие-то... Ожидания связаны уже не только с отчетностями, да, сколько вот пресловутыми проблемами, да, оставшимися открытыми еще с прошлого года. Ну, ожидания именно, что, в принципе, аналитики уже в текущий консенсус заложили не очень радужную картину по ряду секторов американских корпораций, и, соответственно, в принципе, мы можем получить иногда отчеты лучших ожиданий, хотя показатель, там, год к году по динамике может быть достаточно слабый. В общем, примерно вот так. Спасибо, Миша, Сереж. Ну, что... Ну, давай, два... Да, я буквально хотел бы сказать два-три слова еще, что мы видим достаточно типичную ситуацию, но вот за последние, будем говорить, посткризисные годы. Конец января, ожидания, как вот сказал мой, в хорошем смысле, собеседник и сокамерник на этой передаче, ожидания достаточно умеренные, и начинаются отчеты, новости об отчетах, ожидания отчета, скажем так. И как бы все неплохо относительно ожиданий, все действительно вполне кое-где получше, кое-где на уровне. На фоне этого развивается какой-то позитив, позитивное настроение, и даже некоторый пересмотр. Пересмотр позиций, переоценка. Формируется некоторый тренд, и вот тут выходят реальные цифры. Как правило, они способствуют движению в противоположном направлении. Я думаю, что вполне, вполне может быть что-то в этом духе наблюдать. Но, опять же, все будет зависеть от того, что мы увидим на самом деле. То есть, я правильно понимаю, вот эти ожидания, умеренно позитивные, ну или в принципе позитивные, они формируют, естественно, восходящие какие-то... Да, и тем более новости об этих ожиданиях, то есть, они как бы формируют некоторые настроения на рынке, скажем так. Это не случайно, да, вот я начал с того, что действительно сейчас индекс Доу Джонса, если мы говорим о Америке сейчас, и индекс СНП-500, и уже близки к историческим максимумам, и пятничное закрытие того же СНП-500 просто показало там... Ну, если смотреть на свечки просто, да, на свечной анализ, там какой-то прям позитивный, какая-то инерция, да, инерция, энергия в этой свечке. Да, вот я говорю, уже вот несколько лет я замечал, что вот как раз примерно в эти сроки какой-то вот такой вот как бы неожиданно хороший позитив возникает, вроде как бы не на пустом месте, в общем-то. Да, да, совершенно верно. И вот что самое интересное, на мой взгляд, да, помимо того, что мы наблюдаем с вами за отчетностью, и вы ее уже, в принципе, прокомментировали, проблемы, ну, более глобальные, наверное, да, именно с Фискал Клифом и проблемы с американским государственным долгом, они вроде бы отошли, да, несколько на второй план, но, тем не менее, и госдолг, вот уже, да, конец февраля-начало марта, и Фискал Клиф наверняка еще аукнутся, и как вот с этой точки зрения нам посмотреть в целом на рынок, мы сейчас прервемся, послушаем новости. Итак, мы продолжаем наш ежедневный эфир, сухой остаток на Финам-ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, сегодня говорим о ситуации на мировых финансовых площадках, и, ну, собственно, уже практически обсудили мы, да, начавшийся некоторое время назад сезон отчетности, в Соединенных Штатах Америки, ну, и он будет продолжаться, и как, собственно, как та или иная статистика, в данном случае статистика ведущих американских корпораций, оказывает влияние на настроение, да, прежде всего на настроение участников рынка, а затем и на ценовые движения. Значит, мои гости в студии сегодня Сергей Александров, начальник отдела продаж институционных продуктов Банка «Стройкредит», и Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления Бинбанка. Ну, и еще раз я напомню, уважаемые слушатели, есть телефон в студии, звоните, присоединяйтесь к нашей беседе 6510-996, код Москвы 4995, и сайт компании финанс.фм. Ну, за эфиром, извините уж, да, я с моими гостями перемолвался парой фраз, и мы, в принципе, пришли к мнению, что, ну, будет неловко, если мы два слова не скажем о оставшихся, да, сохраняемых до сей поры глобальных рисках, связанных с фискальным обрывом и с потолком государственного долга. Ну, если коротко, то, конечно, эта проблема существует, вот, я думаю, что она будет, ну, если не постоянной, то долгоиграющей, вот, применительно к ситуации на рынке, на рынке, что можно сказать? Подобные ситуации, как правило, они не разрешаются окончательно, они характеризуются, будем говорить так, какими-то позитивными новостями, которые периодически сменяются на то, что вроде как бы возвращаемся, ну, к тому, что было, с русского. Поэтому, по отношению, ну, к тому, как на это должны смотреть игроки на рынке, я думаю, что на это закладываться не стоит, и стоит, в общем-то, ну, по большей части, если играет хотя бы, ну, на среднесрочную стратегию, да, то на это, в общем-то, обращать внимание вообще по большому счету. Вообще не стоит об этом жить. Да, не результативно будет, скажем так. Ну, хорошо, вот, даже если мы говорим о средней сроке, смотри, потолок госдолга, это, да, то есть лимиты закончатся где-то... Ну, пока, да, пока он установлен на пределах. Ну, да, лимиты закончатся к концу февраля, началу марта. Вот, и в этой ситуации, да, решат они или не решат, не дай бог, да, возможен технический дефолт по гособязательствам и, соответственно, понижение, ну, как результат, самый очевидный, там, понижение кредитного рейда. Ну, скажем так, да, теоретически это возможно, конечно. Ну, конечно, практически то, что я говорил, что будет непременно найдено решение либо, опять же, на уровне расширения потолка этого, да, увеличения потолка, либо, ну, будем говорить, исполнительная власть в конце концов ведет какие-то новые кворумы, новые, так сказать, технические процедуры. Ну, уже, я считал, обсуждается поправка Конституции даже, да, внесение определенных соотношений. Ну, в том числе, я не думаю, что это дойдет, но я технический дефолт, в общем-то, серьезно не рассматриваю. Миш, как ты смотришь на проблему потолка госдолга в Соединенных Штатах Америки? Проблема это или так-то надумано опять? Нет, ну, это проблема, с одной стороны. С другой стороны, я хотел сказать в рамках дискуссии, что там некоторые изменения произошли, начиная с пятницы, и, в общем-то, республиканцы несколько изменили свою позицию. То есть до пятницы диспозиция была такова, что, да, действительно, там, в середине февраля где-то истекает примерно там, когда с помощью технических маневров казначейство США уже не сможет... Выпускать, да. Не сможет выполнять свои определенные обязательства, да, то есть, в принципе, они уже уперлись в этот потолок госдолга уже, по-моему, на текущий момент, и просто с помощью, там, от, как обычно, там, всяких технических процедур, как было и в 2011 году, они, там, месяц-полтора обычно тянут и как-то существуют. Вот, так вот, до пятницы, в общем, диспозиция была такова, что республиканцы стояли жестко на позиции, что мы будем голосовать, да, и дадим пройти законопроект об увеличении потолка госдолга только в том случае, если, соответственно, там, в феврале, да, мы, там, договоримся по поводу сокращения бюджетных расходов, да, то есть после того, как они потерпели... Мы потерпели некое фиаско, да, по налоговым льготам для богатых, да, в определенной степени в конце прошлого года. То есть им нужно отыграться. Вот. Была достаточно жесткая позиция, в пятницу она несколько поменялась, там были многочисленные встречи в рамках республиканской партии, и теперь текущий момент озвученной позиции, которая в новостных сводках фигурирует, да, что 23 января, то есть в среду в Конгрессе будет проходить законопроект, и, возможно, в рамках которого республиканцы готовы пойти на трехмесячную отсрочку по увеличению лимит госдолга. То есть они, ну, на текущий момент, можно сказать, что республиканцы вроде бы готовы на три месяца поднять потолок госдолга для того, чтобы более конструктивно проработать расходную часть бюджета вместе с демократами и уже там где-нибудь в марте, да, там, апреле, соответственно, утвердить бюджет с новыми расходными статьями. Вот, поэтому, то есть до пятницы у нас существовал момент такой середины февраля-март, он по-прежнему существует, но если в среду у нас пройдет вот этот вот законопроект, они поднимут потолок госдолга на три месяца, то, в общем-то, у нас все сроки, получается, смещаются, да, где-то уже там март-апрель. Вот, поэтому, ну, это некоторое смягчение, с другой стороны, неопределенность сохраняется, потому что проблема не разрешена, это опять временное увеличение, да, там, всего на три месяца. Это как из Фискал Клифф, да, вот, в конце, найдено решение, давайте, ребят, перенесем. Это долговременный фактор, да, долговременно действующий, и, я говорю, все в конце концов сойдется к межпартийным, так сказать, соглашениям, борьбы, там, тактика некоторых уступок и противостояния. К теркам. Ну, ты, тем не менее, ты вот наставишь на том, что не стоит на это обращать внимание. Ну, как не стоит, если нервы трепят, и, смотри, что делается. По большому счету, я думаю, что нервы на этом могут трепать только, ну, будем говорить, достаточно молодым игрокам, молодым не в плане возраста, а в плане стажа участия, да, которые действительно вот говорят, а вот что действительно, а вот вдруг, а что же будет тогда. Вот, то, что мы это проходили, вот, как правильно Михаил вспомнил, не один раз уже за последние годы, ну, и все как-то обходилось. Ну, дай бог, да, стоит уповать теперь только, да, на разум, что разум восторжествует, как обычно. Ну, в конце концов, это и в их интересах, в первую очередь, наверное. В первую очередь, и тем не менее, вы видите, что происходит. Нет, понятно, понятно, что на Америку смотрят весь мир, и как бы нам этого не хотелось быть гордыми и независимыми, мы тоже на них смотрим, но я думаю, что американцы в этом плане не подведут. Почему, да, вот, попытался, так сказать, в одну кучу это все дело собрать, потому что, с одной стороны, рынок реагирует на отчетность компании, что логично, да, хорошая отчетность, он растет, плохая он там, не растет, не так далее. А сейчас рынок, ну, может быть, в меньшей степени реагирует на объективные, а в большей степени реагирует на нервы, на нервы, договорятся, не договорятся, как договорятся, сдвинутся строки. Ну, Олег, вы же понимаете, что в конце концов торгуют новостями и нервами. Это точно, это точно. Хорошо, хорошо, продолжение этого разговора, давайте теперь посмотрим на отечественный рынок, ну, понятно, что сегодня, опять-таки, да, по факту, никакой особой динамики, наверное, не было, ну, за исключением вот аэрофлота, да, и то, что я перечислял. Попытаемся связать в единое целое, если это возможно, то, что происходит за рубежом, ну, в частности, за океаном и событий на отечественном рынке, как эти вещи взаимосвязаны, напрямую ли, опосредованно ли, через, я не знаю, там, какой-нибудь долговой рынок, да, отечественный, что сейчас тоже достаточно интересно и актуально. Взаимосвязь, в общем-то, прямая, поэтому ничего нового у нас, не знаю, к сожалению или к счастью для трейдеров не происходит, да, то есть, наверное, к счастью, что все-таки есть какие-то закономерности, да, там, корреляции с зарубежными площадками, на которых можно как-то работать, а не когда наш рынок как-то автономный. Ну, к сожалению, наверное, потому что наш рынок не растет, когда все остальное падает, вот, поэтому, поэтому рынок по-прежнему такой же, в общем, что касается неодоцененности, то у нас тут по-прежнему, если, там, сравнивать с Бразилией, там, с МСИМ, Эджи Макетс, там, с рядом других площадок, какая-то неодоцененность есть за счет низкой оценки нефтегазового сектора, да, там, по коэффициентам рядом, вот. С другой стороны, в общем-то, ну, на мой взгляд, сейчас для российского рынка, в принципе, важен просто вот такой вот общий сентимент, да, то есть, общее настроение. Давно на рынке не было какого-то стабильного притока средств именно в российские активы, и, соответственно, чем больше будет такая обстановка, которая, в общем-то, складывается там, сейчас вот конец декабря, январь, ну, в декабре вроде бы было нервозно, но так или иначе, рынок, если посмотреть на график, то МВБ, в общем-то, непрерывно растет с ноября. Такой устойчивый наверх, там, даже с маленькими совсем коррекциями, поэтому вроде бы даже видно, что, наверное, какой-то поток средств какой-то идет, да, даже несмотря на то, что в декабре разыгрывалась там трагика комедия с Фискал Клиффом, да, вроде бы все там в последний момент, и инвестор на этом фоне не продавал, да, и, в общем-то, даже, можно сказать, покупал потихоньку там российские активы. Поэтому нам нужно, чтобы не было каких-то срывов, тогда мы будем подтягиваться, да, к другим рынкам, потому что фактор недооцененности, он так или иначе, там, кто-то в это верит, кто-то имеет другое мнение. Ну, по крайней мере, нет мнения, что российский рынок дорог, такого мнения нет, можно спорить, там, недооценен или нет, да, там, с учетом всех факторов, но то, что он недорогой, там, от других, это как бы факт. Поэтому нам сейчас нужно просто, чтобы более-менее ровная какая-то была обстановка, не было каких-то там Фискал Клиффов, европейских дефолтов, там, и так далее. Я подумал о том, что, вот, с точки зрения иностранного инвестора, да, вот он смотрит на российский рынок, и он говорит, российский рынок недорог с точки зрения стоимости, но он очень дорог с точки зрения всего остального. То есть мне, как инвестору, да, для меня риск, много всякой, да, совершенно нерыночной вот этой истории, отсутствие инфраструктуры, политические риски, там, все, что угодно. Ну, очевидно, что, да, очевидно, что все это учтено, вот, например, если взять, ну, без учета, по крайней мере, января последний год, 12-й, что среди развивающихся стран российский рынок действительно показал, ну, если не самый худший динамик, то одну из худших. Вот, к вопросу о том, что дорог ли рынок, да, привлекательный, да, и что его может ожидать. Понятно, что, ну, по закону сообщающих сосудов, в одном сосуде не может все время убывать, да, и вот если действительно подтвердится тот факт, что на рынок стали приходить деньги, возвращаться даже, пусть на наш рынок, на российский, возвращаться деньги, то действительно все это в совокупности вот с тем, что действительно рост за последние, ну, полтора-два месяца, да, все это как-то действительно настраивает на позитив, на позитив, и хочется верить в то, что и деньги возвращаются потихоньку, и что вот те факторы, про которые Валя говорили, что они, в конце концов, учтены уже и нивелированы чем-то, да, ну, хотя бы дешевизны активов определенных. Вот поэтому, поэтому... То есть, по большому счету, вот то, да, о чем Миша сейчас говорил, что главное, чтобы не было глобальных предпрессений никаких, чтобы не было физического клифа, чтобы не было, там, технического дефолта там где-то за бугром, потому что в любом случае это на нас, да, потом... Конечно, конечно, рынок-то все-таки, я понимаю, что без спекулянтов, конечно, плохо жить, скучно, но переизбыток спекулянтов... Без спекулянтов скучно. Без спекулянтов скучно, но без спекулянтов рынка вообще не может быть, по-большому счету, как вы знаете. Вот, но, к сожалению, вот чем наш российский рынок, вот, в худшую сторону отличается сильно, что если, допустим, нам часто говорят, вот, на Западе очень много, большой процент населения, гораздо больше, чем в России, вовлечен. Да, это так, что и, там, деды передают внукам по наследству акции, там, и все такое есть. При этом все эти бумаги рассматриваются как доходные. То есть, ну, дивиденды, да. Там дивиденды те же 2-3% годовых, но на фоне их инфляции, на фоне, это приличные деньги. Вот, 2-3% у нас, это совсем другой вариант, да. И даже если мы говорим о массовом сознании, да, которое повлечет, повлечет россиян на фондовый рынок. Ну, а как оно их повлечет? Да, да. Что их повлечет? 3% годовых? Спекулировать, да, или там пользоваться. Да, дивиденды, да, спекулировать. Сереж, спасибо, мы сейчас еще раз новости послушаем, потом продолжим. Ну, что ж, продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели. Обсуждаем ситуацию на российском фондовом рынке, ну, в связи с тем, что происходит в зарубежных площадках. Как выяснилось, ну, и, очевидно, это обычно выясняется, мы, конечно, подвержены всяким разным влиянием, да, с этого самого запада. Напомню, гостями сегодня будут Сергей, и есть уже Сергей Александров, начальник отдела продаж инвестиционных продуктов Банка «Стройкредит», и Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления Бинбанка. Значит, давайте тогда третью часть начнем сразу же с вопроса. У нас есть звонок, поэтому присоединяем. Владимир, добрый вечер, вы в эфире говорите. – Добрый вечер. – Добрый. – Вопрос опять порублю. Значит, это вопрос такой. Рубль хочет укрепляться, но, по всей видимости, и по средней новости говорят, что Центральный банк не дает ему укрепляться, да, и вроде как бы и риск растет, и вроде должен как бы укрепляться. Для чего он это делает? Это связано, вопрос как раз в этом, связано с валютными войнами, да, он просто, ну, не хочет его обесценивать, да, и вроде как на фоне валютных войн поддерживает его, не дает ему укрепляться. Или все-таки это как-то связано с поддержкой наших а-ля экспортеров. Вот это первый вопрос по рублю, да, и где, значит, он все-таки найдет поддержку, где можно будет продавать. И второй вопрос, вот, что означает укрепление франка швейцарского, да, по отношению к евро все-таки вырос он теперь. Это, значит, что это значит, да, это аппетит к риску повышенный, и вот два вопроса. – Я понял, я понял. Хорошо, Владимир, спасибо огромное. Ну, давайте с рубля начнем. – Ну, если моя точка зрения, то, конечно, увеличение стоимости рубля невыгодно экспортерам, это безусловно. Опять же, слишком сильно валить его неинтересно в плане инфляции. Поэтому тут разговор, конечно, хороший, то, что хочет ЦБ, то, что хочет рубль, но я с точки зрения некоторой перспективы все-таки считаю, что рубль будет несколько дешеветь. – Рубль будет дешеветь. Вот я просто, что называется, текущую картину опять озвучу. Сегодняшняя, ну, вот текущая котировка 3026, собственно, опять сходил рубль, да, в район 3020, сверху 3050. И вот в этом диапазоне он движется, ну, как минимум, вот, с начала этого года. Тенденция есть к укреплению, причем это тенденция где-то с ноября месяца. Ну, видимо, для этого есть какие-то объективные, не очень предпосылки. Ну, Владимир вот спрашивает, тем не менее, да, Центральный банк, он участник этого процесса, и, собственно, на чьей он стороне, Миша? – Ну, если говорить официально, да, то есть сложившийся коридор интервенции Центрального банка под коридоры в рамках, там, большого коридора в несколько рублей. И на текущих уровнях, на которых находятся бивалютные корзины, там 34, там 80, 35, в предприятии Центральный банк там не участвует. – Не участвует. – Не участвует, да. Если мы там говорим, что где-то есть какая-то инсайдерская информация, что с помощью определенных схем, там, где-то так Центральный банк как-то там воздействует, то, как бы, я не в курсе. – Мы не говорим, нет. – Вот, но я… – Официально Центральный банк и по отчетам Центрального банка об интервенциях на рынке, да, он на текущих уровнях не воздействует. Что касается укрепления, на самом деле укрепление, в принципе, в первом, ну, сейчас вот в январе могло быть и более сильным, на мой взгляд, оно практически отсутствует по бивалютной корзине. Бивалютную корзину мы видим, в общем-то, там, примерно там же, там, около уровня 35, там, 34,50 она ходила. Вот, а доллар-рубль укрепился, основной момент, это из-за того, что евро-доллар вырос на, соответственно, максимум. – То есть это ослабление доллара, да, не сколько укрепление в рост, сколько ослабление. – Да, то есть, чтобы смотреть, там, такую, среднюю позицию, это надо смотреть бивалютную корзину, она, в принципе, там, 34,70, 34,80, она, в принципе, ну, незначительный рубль там укрепился, там, в районе 35 торговли, там, в декабре, и то уже в конце декабря, там, потихоньку пошло. Есть, с точки зрения факторов, да, рубль, да, первый квартал. – Первый квартал традиционно, вот, вы можете, можно посмотреть графики, там, если не брать 2009 год, когда был колоссальный отток капитала в первом квартале после кризиса, в 2008 году, то в первом квартале всегда есть сезонный фактор, единственный, наверное, квартал, который, есть сезонный фактор с точки зрения счета текущих операций по платежному балансу, потому что обычно в январе и в первом квартале в целом, после ударного завершения предыдущего года достаточно резко падает импорт, и всегда мы в первом квартале, даже, там, когда цены наняв 60 долларов, или, там, 90, или 100, – Ну, не имеет значения, да? – Безотносительно к этому идет, как бы, сезонный, более резкий спад импорта относительно экспорта, и образуется более широкая сальдо торгового баланса, и за счет этого всего счета текущих операций. Поэтому всегда сезонный, если не брать, там, кризисные ситуации, всегда в первом квартале, январь-февраль, там, иногда в март, да, рубль, ну, обычно укреплялся. То есть изменить эту ситуацию может только один фактор – это отток капитала, который должен перекрыть положительные сальдо счета текущих операций, там, в несколько десятков миллиардов долларов, которые в первом квартале должны образоваться. Вот сейчас пока, да, то есть, в принципе, ну, еще квартал впереди, ну, пока вот с точки зрения бивалютной корзины, как усредненного показателя, я пока не вижу такого чрезмерного крепления рубля. В принципе, я думал, что, может быть, и более серьезное будет. Наверное, то есть в некоторой степени это я пока… Пока отчетов у нас никаких нет официальных, да, от СБ по статистике положительного баланса, но, возможно, все-таки какого-то, значит, что-то с потоком капитала у нас пока что вот в первой неделе января, ну, не самое хорошее происходит. Это, возможно, какой-то там, может быть, какой-то отток даже сейчас есть. Ну, или прекратился тот активный, да, приток. Да, может быть, эта ситуация изменится сейчас в феврале-марте, потому что, так или иначе, такая подушка плюсовая, она достаточно приличная по счету текущих операций в первом квартале, и это должно вроде как давить там на укрепление рубля. Вот, если этого не произойдет, это значит, что у нас с потоком капитала какая-то там опять беда там происходит. Вот, поэтому, в принципе, если говорить про остаток года, то я больше вижу, что там рубль может там ослабеваться, возможно, да, если мы не увидим там 120-130 долларов за баррель, если увидим там 100-110-115, в принципе, при таких ценах у нас в этом году будет рекордно узкая сальдо счета текущих операций в целом из-за того, что динамика импорта будет опережать динамику экспорта, если у нас там, опять же, не будет какого-то там колоссального спада внутреннего экономики. И по потокам капитала, в принципе, ну, только если какой-то существенный приток капитала может эту картину изменить. Поэтому, в принципе, то есть у меня мнение было такое, что в первом квартале должно быть какое-то укрепление рубля за счет вот тех факторов, которые сказал. Остаток года может пройти там в таком, может быть, там плавном созвивании либо консолидации там на уровнях корзины там 35-36 там, вот на таких. Вот. Если только не будет хорошего притока капитала, да. Ну, для этого в мире должно быть все прекрасно. Причем, да, опять забавно, вот, Миша, комментируя, фразу произнес сначала, если только не будет какого-то, да, существенного спада экономики, либо если не будет притока капитала. А самое любопытное, что и первый сценарий, и второй сценарий придет к нам оттуда. Спад экономики – это результат каких-то глобальных потрясений на мировых площадках, правильно? А приток капитала – это глобальный позитив, который будет расцениваться инвесторами, да, как вот, о, российский рынок, недооцененный, надо к туда идти. Ну, а как же, глобальный рынок, мы встроены в него. Во-во-во-во, плохо ли, хорошо ли. Совершенно верно. Опять идея такая, что, значит, российский рынок, региональный рынок, интересы здесь прежде всего все-таки глобальные, да. Да. И вторая часть вопроса, ну, давайте я два слова буквально сам скажу. Владимир спрашивал по динамику евро-франка. Ну, здесь, как бы, стратегическая ошибка, Владимир, франк, то, что мы видим сейчас, по крайней мере, он не укрепляется, а падает против евро. Евро растет, а франк падает. Ну, и по некоторым, опять, данным мы говорили, сейчас вот текущая котировка 1,24, да, был 1,25 в пятницу. Мы говорим о том, что Банк Швейцарии мог, как говорят в таких случаях, значит, основание для франка немножко приподнять. Помните, да, какое-то время назад он проводил массированные интервенции, чтобы не опускать курс евро к франку ниже 1,20, а сейчас он мог повысить эту планку. Вот сейчас 1,24, и отсюда вся эта динамика. Динамика тоже достаточно интересная. И в конечном итоге, если говорить о предыдущих движениях, да, этой пары на прошлой неделе, укрепление евро в этом случае, да, тоже могло толкать эту пару вверх. Евро покупали, покупали против доллара, против иены, ну, и против франка в том числе. Так, есть вопрос у нас от слушателя нашего путем интернета. Вопрос по акциям банка ВТБ. Читаю. Значит, Андрей пишет. Смотрю, чтобы встать в позицию под размещение, потому что была словесная интервенция господина Шувалова, пишет Андрей, что якобы хотим 9 копеек за акцию, как размещались после народного, в кавычках, IPO. Ну, и дальше пишет Андрей, хочу акции купить, ну, для спекуляции, видимо, да, разово под этот самый... Ну, человек хочет, да, потом размещение, а потом сразу сбросить их, да, чтобы... Понятно. Эмитент не нравится, говорит Андрей. Сереж. Понятно. Ну, то есть, побострее сбросить надо в любом случае, независимо от того, нравится имитент или нет. Такая особенность, к сожалению, наших публичных размещений, что подавляющее преимущество активов имеет тенденцию тут же несколько двигаться вниз. Ну, скажем так, в несколько. Вот. Что же касается самой идеи, я, честно говоря, не стал бы это делать или, по крайней мере, очень внимательно следил бы за состоянием самого рынка, потому что, если это размещение будет, ну, будем так говорить, будет так говорить на фоне, на фоне общего, так сказать, общего отсутствия движения, общего хорошего импульса, я, честно говоря, поостерегся бы это делать, по крайней мере, на заемные средства. Ну, то есть, в одиночку акцию ВТБ даже под размещение вряд ли, да, сильно взлетит? Я, да, я так не вижу этого, честно говоря. Если нет, как бы... По тому, как двигались эти бумаги вот на протяжении долгого времени после предыдущего IPO. Я понял. Миша, скажешь что-то про ВТБ? Ну, вот идея, вот эта спекулятивная идея, что вот он, видишь, увидел. Ну, она, как бы, имеет право на реализацию, наверное, в случае, соответственно, если все в мире будет так вот тихо, мирно спать, как это сейчас происходит, вроде бы, какие-то угрозы есть, но всем, в общем-то, всех это не очень интересует. Сильно волнует, да? Вот. В таких условиях, безусловно, там определенная какая-то спекулятивная игра может, ну, то есть, тут нужно некоторое искусство, да. Здесь, скорее, наверное, не какой-то фундаментальный анализ, а надо смотреть на график, соответственно, если там движение, человек видит, там, краткосрочно какое-то формируется движение покупки и понимает, что это движение там за какой-то короткий период перед, соответственно, размещением акции, то, возможно, в этом поучаствовать, да. То есть, здесь какие-то фундаментальные идеи ни к чему. А так, в целом, ну, если так глобально говорить, на мой взгляд, ну, у ВТБ такая сложилась, сложился такой имидж банка, который намного меньше любят инвесторы по сравнению со Сбербанком, и это не только связано, там, с точки зрения розничных инвесторов, поучаствовавших, да, в народном IPO, уж так совпало по времени, что с точки зрения бизнеса, ВТБ сделал отличное размещение, с точки зрения инвесторов ужасное. То есть, Михаил, я правильно понимаю, что это не любовь, она взаимная, как бы, получается? Вот, ну, я хотел сказать, что истоки, да, этой нелюбви, они, наверное, не столько вот в этом размещении, а в том, что последние годы, то есть, в отличие от развития Сбербанка, во-первых, у Сбербанка показатель эффективности более высокий, более стабильная динамика, и это более, как бы, понятный банк с точки зрения стратегии. Что происходило в ВТБ последние годы, это постоянные периодические консолидации, покупки других банков, в результате этого инвестор не всегда понимал, какой будет синергетический эффект, какая будет следующая отчетность, потом в прошлом году очередные потери на инвестиционном портфеле, да, и вот это вот все сформировало тот дисконт, который есть, соответственно, в Сбербанку, то, что, допустим, по показателям там Price to Book Value, то есть цена, собственно, капитала, да, Сбербанк там торгуется там 1,4-1,5, а в ВТБ торгуется там меньше единицы, по-моему. Вот, то есть дисконт есть, да, у Сбербанка там, если мы возьмем там показатель ретабель собственного капитала повыше, показатель Костынка мы тоже поинтереснее были там до последних кварталов, в принципе, пока еще остаются. Вот, то есть, да, дисконт должен быть, но, наверное, он не должен быть таким. И я думаю, что, в принципе, он может сокращаться. Спасибо. Сейчас мы еще раз послушаем новости, а потом продолжим. Итак, продолжаем наш эфир. Остались последние 12 минут. У нас есть время еще обсудить тоже, я думаю, не безинтересную тему, а это рынок товаров commodities, так называемый. Да, мы поговорим сейчас о сырьевых рынках, ну и, может быть, еще Forex все-таки немножко коснемся. Итак, вопрос к моим гостям, я напомню, кстати, сегодня у меня в гостях Сергей Александров, начальник отдела продаж сенсионных продуктов Банка Стройкредиты, Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления Бинбанка. Итак, рынок нефти, рынок сырьевой, нефть марки Brent, ну, мы берем там с вами за ориентир, 111,5 практически торгуется она сейчас, близость отметки в 110 или какой-то другой, что вам навевает эти цифры, Сереж? — Скажем так, что я не сказал бы, что я вижу нефть сильно выше. Скорее, если рассматривать данный временной отрезок, то что мы имеем? В принципе, начинает заканчиваться зима. Топливный сезон, в общем-то, хоть я и не сказал, что это определяющий фактор, подходит к концу. Да, там будет, так сказать, автомобильный сезон, то есть летний. — Да, летний. — Да, тем не менее, я думаю, что вот все, что мы видим, опять же, возвращаясь к глобализации рынков, все, что мы видим и увидим в этом году, оно не будет способствовать увеличению цены на нефть. Поэтому я, скорее, готов поверить на конец года в 95 долларов, чем, допустим, в 115. — В 115, да? Хотя на самый приличный гиапазон ты нарисовал, и она вполне может двигаться весь год именно в этих, да? — Может, да. Но я говорю, что будет на конец года, то, что мы увидим. — Я понял. — Ближе к чему мы увидим. — Еще смотри, заметь, ты говоришь, рейфт, на твой взгляд, не вырос ни по каким причинам, несмотря на то, что, а, существуют геополитические риски у нас, да, мы об этом говорим. Существует, если сезон отчетности в Штатах закончится положительно, да, Китай там у нас, значит, как он, справа, да, справа, если на карту смотреть, справа. Китай говорит, все, ребята, я уже из рецессии вышел, смотрите, у меня статистика какая. Вот, это тоже поддерживает, да, рынок нефти. — Много факторов, которые действительно могут поддерживать и могут даже, ну, способствовать резкому какому-то всплеску. Но я думаю, что даже если это будет, это будет именно кратковременно и уравновешенно. Если не будет, ну, какой-то глобальной, так сказать, глобальной, ну, не знаю, катастрофы, там, где-нибудь в районе Персидского залива, да, что-то еще такое, очень серьезное и очень продолжительное, да, то я думаю, что вот все-таки мои прогнозы, скорее всего, оправдаются. — Я понял. Миш, ты как смотришь на рынок нефти? — Ну, пока в этом году я вижу тишина какая-то, в Вашингтоне, которые мы наблюдаем, в принципе, одни и те же уровни, 107, 110, 112, 110, 107, 110. Вот, поэтому, если говорить фундаментально, то причин для падения нефти найти можно там много. — Для падения? — Если говорить о том, что там происходит, ну, потому что, в принципе, ситуация Европы, в общем-то, в рецессии, да, в Штатах сейчас первые месяцы, несмотря на тот позитив, который был в конце прошлого года, первые месяцы будут не на высоте, потому что не на высоте, из-за того, что, соответственно, определенный компонент фискал-клифа уже по факту реализовался с точки зрения роста налогов на рабочую силу. Вот, поэтому, ну, Китай, вроде бы, там, поднялся, но дальнейшее ускорение тоже там тяжело ждать, потому что там сейчас каких-то новых стимулов до весны не будет, пока новая власть не ступит в силу. Вот, то есть, резюмируя это все, в принципе, экономика, в общем-то, такая не очень сейчас хорошая, чтобы нефть росла, но, в общем-то, нефть в последнее время показывает там большие корреляции с денежным рынком, да, с спекулятивным настроением, поэтому мы пока видим те уровни, которые есть, и я думаю, там, если каких-то коллапсов не будет, да, там, то, что мы уже обсуждали многократно, то, в общем, мы можем те же уровни и наблюдать, даже при какой-то слабой экономии. Хотя, если она пойдет вниз, все достаточно быстро найдут оправдание. С точки зрения фундаменталев, ну, у нас первый квартал будет избыток некоторого небольшого предложения по нефти, и дальше потихоньку, ближе к концу года, можно ожидать там даже некоторые превышения спроса над предложением. А так, ну, по прогнозам там крупнейших энергетических агентств в этом году спрос вырастет всего на 1%, но он все-таки вырастет. Да, уже позитивно. Это несмотря на то, что там падение идет потребление в Европе, там более 2% очередной год этот будет. Вот в целом, да, в общем-то, рынок, ну, на мой взгляд, в общем, рынок сейчас сбалансирован, да. Геополитический фактор – это совсем отдельная тема. Здесь пока вроде бы тишина, но там в любой момент что-то может произойти, тогда будем смотреть. При этом, чтобы на рынке денег много сейчас, и для того, чтобы, в общем-то, там, можно и из маленькой темы, в общем-то, сдернуть котировки, там, то, что аналитик назовет, что это необъяснимо. Ну, я думаю, кажется, аналитик-то так и не скажет. По крайней мере, по факту он вообще ничего не скажет, да, ему нельзя терять марку, а на следующий день он обязательно, ну, вы же сами аналитики… Вспоминаем всякие некрасивые анекдоты про аналитику, они всегда на это что скажут. Это да, это да, это профессия, ничего тут плохого нет. И последнее, что я хотел бы с вами сегодня обсудить, это рынок драгоценных металлов, платиноидов, если смотреть более широко. Кстати, вот пятница, точнее, прошлая неделя была отмечена еще и тем, что платина, да, достаточно высокий уровень, попыталась взять 1700, она впервые, там, за многие годы стоила дороже золота, сейчас, правда, корректируется. Вот, ну, если брать уже, так сказать, точечно, давайте мы поговорим традиционно о наиболее, может быть, спекулятивном или наиболее распространенном, наиболее популярном инструменте, это просто золото. Вечном золоте. Вечном золоте. Да, Сереж. Ну, мой, значит, мой вьюм на золото, что, наверное, вот тот рост, который мы видели последний, там, ну, последний год нет, а вот последний, перед этим, предыдущий год, до этого, там, вот, начиная с 2008 года, да, что, в общем, он, ну, был, безусловно, обусловлен фундаментальными факторами, и он свое отыграл, по большому счету. То есть вот этот фундаментальный фактор, да, который тогда влиял на рост. Вот это вот эмиссии, Куе-1, Куе-2 и так далее. Ну, тем не менее, Куе-то продолжаются. Почему же он отыграл? Да, ну, потому что он опережал даже, в общем-то, темпами определенные, вот, поэтому я всегда был сторонник, в том числе и на вашей, уважаемой передаче, того, что золото, оно будет расти, и оно, благодаря тому, что не имитируется так запросто, оно и сохранит потенциал. Сейчас я считаю, что, по крайней мере, этот год, это не год золота будет, безусловно, то, что мы сейчас видим, ну, похоже, похоже, что достаточно близко от, ну, локального максимума, то есть, ну, может быть, 1800 долларов за унцию. Ну, это прилично, 1800? Это прилично, да, это, ну, будем так говорить, ну, будем так говорить, прилично, неприлично, каждый выбирает для себя, это не так уж серьезно по сравнению с тем, что было там 2-3 года назад, да, и я думаю, что, скорее всего, вряд ли будем выше. Ну, вот разговоры по поводу того, что, там, в ближайшей, не ближайшей перспективе какое-то золото может преодолеть исторические максимумы, выше 2000 подняться и, там, 2500, кто-то там говорил, ну, правда, какое-то время назад. Я, например, не сторонник этой идеи, скажем так, да, мне так не кажется. А сильно упасть в цене золото может? Сильно нет, сильно нет, во-первых, потому что есть, ну, с уменьшением стоимости будет достаточно резко вырастать спрос, потому что, на самом деле, золото, оно и все-таки, несмотря на то, что в основном является металлом, ну, для украшений сильно, особенно в восточных странах, там, Индия, Китай. То есть, практические применения его очень узко, да? Практические применения, тем не менее, тоже наблюдается, и, опять же, уровень себестоимости значительно будет поддерживать стоимость упадшего, ушедшего вниз, будем говорить, металла. Поэтому сильно нет, если в цифрах интересно, но, я думаю, что полторы тысячи, может быть, чуть меньше. Не ниже, да? Не ниже. И чуть, может быть, чуть ниже, там, это уже флотация. Я понял, спасибо, Сережа. Миш, поделись своим взглядом на драгоценный металл. Драгоценный. Действительно, драгоценный. Ну, в общем-то, на мой взгляд, соответственно, для рынка золота сейчас складываются, в принципе, на мой взгляд, неплохие факторы. Единственное, наверное, то есть, базовая, основная база, это то, что не забываем в этом году триллион долларов новых денег поступит от ФРС. Все остальные центральные банки, соответственно, тот, кто не печатает, но, по крайней мере, пытается так или иначе способствовать всем этим процессам. Совершенно верно. Вот, это, наверное, базовый фактор, который может влиять на все фундаментали рынка, то есть, на то, что какой актив сколько может стоить. Это база, наверное, благодаря которой золото не должно сильно упасть в этом году. Вот, соответственно, низкие ставки, колоссальный объем денег и, наверное, единственный фактор, при котором, на мой взгляд, золото будет в этом году гораздо хуже выглядеть от других всех активов и может не показать какой-то хорошей динамики, это если будет все крайне оптимистично, у нас будет такой ровный хороший год, без всяких обрывов, там, дефолтов. И настолько будут, настолько большой будет рост риск аппетитов и поток в активы, там, в эквитис, да, там, соответственно, и в другие активы. Ну, золото может просто не достаться, да, ликвидности. Да, туда, в принципе, определенной ликвидности запихивалось в предыдущие годы. Предыдущие годы, если мы вспомним, на рынке постоянно присутствовала какая-нибудь страшная тема. Рынок, как и у тебя, с ней рос, по сути, болтался, там, 3-6 месяцев порастет, потом упадет. Вот, вот это, наверное, единственная. А так, в принципе, вот сейчас обстановка, в принципе, на мой взгляд, пока что, несмотря на то, что золото в последние месяцы достаточно слабо себя показывает, ну, на мой взгляд, она сейчас достаточно идеальная с той позицией, что всем понятно, да, крайне мягкая денежно-кредитная политика социальных банков, политика количественного смягчения, плюс Банк Японии на подходе. И одновременно у нас есть какие-то неопределенности в экономике. Вот это вот такой тонкий момент, который, на мой взгляд, может продолжать способствовать определенному поступлению денег, там, в актив, который, в принципе, реально не стоит, сколько он стоит. Да-да-да. Это золото, да. Но он как бы психологически... Деньгам нужно находить какое-то место, пусть там, небольшим деньгам, и пока вот они не будут полностью уверены, там, в эквитис и так далее, эти деньги куда-то должны идти. Вот. Альтернатив просто-напросто не так много. Вот. Поэтому пока я, как бы, в принципе, оптимистически настроен. Только если у нас будет крайне хороший год, и будет бешеный рост риска капитита, я допускаю, что золото будет, там, гораздо хуже всего. Ну, хороший год в отсутствии всяких потрясений, скажем так, да? Да-да-да. Ну, наверное, не только в отсутствии потрясений, но и в присутствии позитива. А, ну, как бы отсутствие потрясения, оно и создаст присутствие позитива. Это, как говорят в таких случаях, да? Отсутствие плохих новостей уже... Создавшие хорошие новости. Примерно так. Ну и цифру какую-то, если все-таки мы будем говорить о уверенном росте, риск аппетита или позитива. То есть у нас сейчас есть программа количественного смягчения, и, соответственно, если будут постоянно вот эти вот отсрочки с лимитом госдолга с бюджетной политикой на этом фоне я думаю, вот эти цифры, которые вы озвучивали 1800-1900 они могут быть достигнуты в определенный момент времени чисто спекулятивно Михаил, а интересно, а на конец года тогда так уже не спекулятивно не рэперный высший максимум смотрим экстремум, а есть как раз нет? Ну, мне кажется что будет соответственно 1800 в принципе это нормальный уровень даже если в середине года будет экстремум хорошо, друзья мои, спасибо вам время заканчивается, я напомню, сегодня в студии Сергей Александров, начальник отдела продаж институционных продуктов Банка Стройкредит и Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления Бинбанк, уважаемый слушатель, вам спасибо за внимание, началась рабочая неделя набираемся сил, смотрим вперед и работаем, успехов на рынке всего хорошего